Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Сегодня прилетело Рашистам по Херсону, чтобы вы не сомневались. Они думали, что они там сидят спокойно. И вот то, что под... Невдалеке, ну, практически можно сказать, что под Чернобаевкой находится ВСУ, их уже как-то и не волновало. Думали, да нет, по нам ничего не прилетит. Еще и как прилетит. И уже прилетело. Сегодня два раза. Я там за минуты не буду точно говорить. Но приблизительно в 5-10 утра дважды прилетело по воинской части в центре города. Там сейчас располагается террористическая банда Росгвардии. Это Росгвардия, чтобы вы понимали, это аналог немецкого СС, только по-российски. Ну, приблизительно, чтобы вы понимали, как бы, что это такое. Это бандиты просто-напросто путинские. Так вот, они располагались там. Им первый раз прилетело в 5 утра. Очень четко, очень концентрировано. И очень красиво. Ссылочка у нас на Телеграм. Смотрим, заходим. Там этот взрыв хорошо виден на фотографии. Это первый раз прилетело. Да, Гиркин подтвердил, что это правда. Такие-то, да, правда. И второй раз в районе 10 утра туда же опять-таки пролетело. Высокоточный снаряд. Тут никакая ракета не нужна. Никакой Хайморс тут не нужен. Обычный снаряд из нормального орудия, типа Цезарь, например. Или там типа Панцергаубицы 2000. Лупанул и лег туда, куда надо. Там, в принципе, я немножко знаю эту воинскую часть. Там большого ума не надо ее разнести. Там самое главное не попасть в дома. Потому, что там до ближайшего жилого дома метров, наверное, 150-200. Поэтому, ну, близко, близко. То есть, можно было... Да не, ближе. Какие 150-200? Там есть дом, который через улицу. То есть, там действительно надо... Когда уже попадаешь, нужно ложить точно в лузу. И положили в лузу два раза. Вот. Я думаю, скорее всего, положили снарядом. Но очень красиво покрошили там фашистов капитальное количество. Я сегодня видел видео Гиркина, который себе рвет все волосы на всех возможных местах по этому поводу. Вот. А меня всегда такие видео очень хорошо мотивируют и радуют. Да. Так вот. В Херсоне они дождались. А очень скоро дождутся и контрнаступления. Так что настоятельный вопрос. Настоятельный, что ли, призыв к коллаборантам. Вы того либо убегайте, либо готовьтесь к самому справедливому в мире Печерскому суду города Киева. Хотя Суворовский суд города Херсона тоже пойдет. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!